Давным-давно, в самом темном лесу, куда ни один путник не мог попасть, обитали самые страшные монстры мультсериала Винкс. На самом деле, этого не было, просто я захотела поговорить с вами о самых мрачных персонажах вселенной Винкс. Меня зовут Настя, и вы попали на канал Элумика, а это топ комментариев под предыдущим роликом. Большое спасибо вам за актив, ну а мы начинаем! Для начала я бы хотела затронуть тему того, что послужило вдохновением к данному видеоролику. Не так давно я пересматривала мультсериал с первого сезона, и буквально с первой встречи Блум и Стеллы я заметила тролли, который несколько сезонов подряд прислуживал Трикс. Немного подумав, я решила снять ролик о мрачных персонажах мультсериала Винкс по мнению моего канала. Вы можете как соглашаться с моим выбором, так и высказывать свое мнение о персонажах в комментариях к ролику. Я буду рада обсудить с вами данную тему, но чтобы вас зря не томить, начнем с самого безобидного, на мой взгляд, персонажа. Как я уже и сказала, им оказался тролль, который появляется в мультсериале в первых же сериях. Тролль Ищейка, главной особенностью которого является чуткий нюх и отличные способности находить нужный объект. Интересной особенностью и ляпом мультсериала является то, что в волшебном королевстве Магекс тролли живут на особой территории, в Диких Землях. И ведь действительно, во втором сезоне на Диких Землях мы можем встретить массу таких троллей. Иногда они по ошибке заходят в цивилизованные районы, и тогда магический патруль неизменно возвращает их обратно. Интересно, как тролль попал в лапки к Трикс? Ведь во втором сезоне они и понятия не знали о существовании Диких Земель. Магия не иначе. Следующим у нас пойдет Хлыстон, или же Хлыста. Данный Минотавер был создан Трикс специально для того, чтобы отвлечь Винкс в Алфеи. Ведь, как известно, ведьмы искали источник Великой Силы. Достаточно мрачноватый герой, и знаете, если в самом мультсериале он не выглядел так устрашающе, то вот в игре он меня пугал своими размерами. Огромный Минотавер, пробуждение которого я боялась во время миссии в Облачной Башне. Ставь лайк, если думал так же. Раз уж я затронула тему монстров в Облачной Башне, не могу не сказать вам о слизне, который был создан Мисс Гриффин, для того, чтобы напугать непрошенных гостей, коими были наши волшебницы Винкс. Монстр достаточно страшненький и мрачный, и я безумно рада тому, что Винкс смогли победить его за короткое время. Следующим творением ведьм был Монстр Йетти, который почтил нас своим присутствием в одной из последних серий первого сезона. Невероятно интересный и загадочный герой, который до последнего не давал Винкс победить. В очередной раз убеждаюсь в том, что сначала и ведьмы, и создатели мультсериала умели создавать шедевры. Отправляясь на Дикие Земли, где нас уже встречает тролль, о котором я говорила в начале ролика, мы знакомимся с другими жителями тех мест. Монстры и создания, живущие там, выглядят действительно мрачновато, и если находятся под властью ведьм, то становятся немного не по себе. Они неуклюжи, но между тем являются хорошими противниками любимым волшебницам. Русалки Андреса Многие подумают о том, что я издеваюсь над полурыбками, но нет, ребят. Я бы хотела обратить ваше внимание именно на тех русалок, которые были обращены во тьму Валтером. Связь русалки и монстров вышла ужасающей, и каждый раз, когда в сериале показывали данных существ, я чувствовала себя некомфортно. Именно поэтому считаю, что создания Валтера получились очень мрачноватыми, и если сравнивать их с русалками Тритануса, то можно сделать вывод о том, что Валтер старался как-то побольше, нежели Тританус. Керберг Главный прислужник лорда Даркара, который несколько раз вставал на пути у феи Винкс. На протяжении всего второго сезона он показывал себя как существо, способное при помощи магии тьмы менять свои формы. Данный монстр является одним из первых в мультсериале Винкс, за маской которого скрывается существо куда опаснее, чем его оригинальная форма. Керберг имеет форму Градфроуда. Достаточно массивного существа, которое отдаленно напоминает льва с длинными лапами, на концах которых расположены змеиные головы. Финальная же форма Керберга напомнила мне монстра из игры Алиса Безумие Возвращается, поскольку он бегает с огромным оружием, и из-под его маски выскакивают большие отростки. Как я вам уже и сказала, Даркар может изменять форму Керберга, используя теневую магию и превращая его в невероятно могущественных существ. Причем каждая альтернативная форма обладает различными способностями, такими как иммунитет к магии, навыки полета и владение оружием. Армия тьмы и теневые монстры из логова Даркара. Вот тут есть на что посмотреть. Все эти сопли, слюни, щупальца. В общем, жуть. На самом деле, когда я была маленькой, меня до ужаса пугали моменты в Магиксе, когда Блум сражалась с монстрами и армией тьмы. Более того, по городу были разбросаны... Трупы? С уверенностью могу сказать, что первые два сезона были самыми мрачными. Монстры Даркара и Монстры Трикс выдались очень эпичными и стоящими. И знаете, это вам не с бананами сражаться. А теперь то, чего вы так долго ждали. Ну, вы же ждали? Ну, надеюсь, что ждали. Три сестры из Гордении. Ведьмы, благодаря которым мои нервишки шалили очень сильно. На протяжении всего мультсериала Винкс я не встречала существ неприятнее. Именно эти сестры запомнились многим, как призраки из самого страшного кошмара. Наверное, сейчас вы посмеетесь, но я до сих пор боюсь смотреть серию с Хэллоуином Винкс. Лишь по той простой причине, что в серии есть они. Как бы мне не хотелось проматывать моменты с ними, я постоянно пугаюсь. Да-да, Настя, 19 годиков. А вот такое видео у меня получилось. Понравилось ли оно вам? Я старалась взять именно тех героев, которые запомнились мне. И именно их я считаю самыми мрачными и криповыми. Если у вас есть свой топ героев, то обязательно пишите о нем в комментариях. Буду безумно рада. Всем удачи и всем пока. С вами была я, Элумика. Ставим лайки и подписываемся. Субтитры подогнал «Симон»!